Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Мы будем задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Мы надеемся, что правильно. И получать призы, которых у нас довольно много. Ну и сегодня программу мне помогает вести Ульяна. Ульяна, поздоровайся. Всем доброе утро. Илья. Привет. И в гостях у нас уже мои знакомые, с которыми я сегодня познакомлю вас и ребят. Это Маша. Привет. И Маргарита Витальевна. Доброе утро. Да. Эти два замечательных человека помогали нам поехать в Артек и вообще ездили с нами в Артек. Ну и они сегодня поделятся опытом с вами, с нами. Вы сможете звонить, задавать им какие-то вопросы, если вас что-то интересует по поводу школы. Ну а сегодня у нас общая будет для вас тема. Телефон 211-101 для Викторины. Это поделитесь своим опытом поездки в различные детские лагеря, пионерские лагеря. Понравилось ли вам там и в какие лагеря вы вообще ездили. Так. Ну давайте тогда сразу пробежимся. Ребята у нас ездили в Артек. Маргарита Витальевна помогала нам поехать в Артек. И Маша, ну вот скажи, ты вот как уже артековец, ты была на Юдаге, ты была вообще в Артеке. Скажи, вот ты вот когда поехала, ты ожидала вообще, что поедешь? Вот как ты вообще узнала, как ты смогла попасть в Артек? Я этого совершенно не ожидала. Мне Кузьмина Маргарита Витальевна написала, что предложила мне поехать сюда, как журналист, чтобы освещать смену робототехников. И я с радостью согласилась. Для меня это было вообще невероятно и очень здорово. Да, хорошо. У нас была общая тема. Линтех. Мы поехали от Сколково. Поехали как журналисты, чтобы это все освещать. Что еще могу сказать? Журналистика, это тяжело. Это можно сказать, наверное, все, кто у нас тут находится, ведущая. Маргарита Витальевна, которая уже очень давно работает в Лиге юных журналистов. Маргарита Витальевна, давайте тогда вы скажете нам, как вы вообще отбирали нас, как вы вообще помогли нам поехать. Что вы такого сделали, что мы смогли туда именно отправиться? В Арте для освещения смены, которую проводила компания Сколково, поехали только те ребята, которые уже проверены, которые уже известны по своим работам. У нас был форум школьных пресс-служб, на которых можно было показать свои работы, показать свои умения. Вот Маша, в частности, я ее заметила на форуме. Она была очень активной, она нас принимала в Клёне, и такие замечательные работы были. Поэтому она и поехала. Соня – это тот человек, который с ребятами после форума много передач на радио провел. Значит, это тоже человек, который может быть в команде освещать, потому что нужно было, чтобы поехали те люди, на которых можно положиться. Они все делали сами, они освещали целую Сколковскую смену. Значит, это должны быть отобранные люди и уже с умениями определенными. То есть вы такие на нас посмотрели и подумали, о, вот эти говорить умеют. Да, эти можно брать с собой. Хорошо. Ну, я что могу сказать? У нас тут сидят не только артековцы, у нас сидят люди, которые ездили в разные лагеря. Вот Илья у нас ездил в Орлёнок, как я правильно понимаю. Он нам рассказывал о своем опыте. Давай еще раз скажи. Вот ты не ездил в Ортек, да? Могу сказать, Ортек намного больше, да? Ну, я уже узнал, да, то, что он намного больше. Да, мы уже поговорили, да. Как вы сказали, то, что 10 километров от Ортек. Ну, в два раза больше по протяженности Ортек, чем Орлёнок. Ну, также я узнал то, что Ортек, он более, как бы, старше. Он там в 1925-м создан, а Орлёнок в 1960-м. Ну, вот скажи нам, пожалуйста, ты вот ездил в Орлёнок, да? Ты по какой теме поехал? Повтори у нас тут. Давно с тобой программа была? По бизнес-курсу обучения при Актум. Да, а ты как поехал? Как тебя заметили? Ты что-то выиграл, что-то делал? Отправил свой проект на сайт, и выбрали, сказали, что подходишь, будешь обучаться. Я сказал, хорошо, поехал. Да. Он, кстати, до конца не говорил маме, только уже когда пришел запрос, с Галей, вот ваш сын отправляется в Орлёнок. Оставил перед фактом. Да, мама немножко в шоке была, да я помню. Что еще хочется сказать о Больге? У него был проект с дорожками тактильными, да? Да, да, да. Суть заключалась в том, как мы создавали Есен-Дай-Сити на робототехнике. Кто знает, то есть, экологичный город. У него были дорожки для этого города. Они были засыпаны грунтом, травой, тактильное дерево какое-то, чтобы... Ну, расскажи сам проекте, да. Про активные зоны стоп воздействовать. Для здоровья, да? Да, для улучшения здоровья. Вот. Он поехал у нас как бизнес-партнер. Да. Ульяна тут сидит. Ульяна ездила в лагерь «Радуга», да, я понимаю? Скажи немножко о своем лагере. Вот чем он тебе запомнился, что там вообще происходит? Я, честно, езжу туда просто. Я не циклюсь на чем-то на смене. То есть мы туда ездим, мы общаемся, делимся эмоциями. И, ну, как бы вообще лагерь, он оздоровительный. То есть у нас обязательно идут утром... Ну, как бы зарядка это в каждом лагере. Вот. Но у нас специально есть утром какие-то специальные... Мы пьем стакан воды. У нас еще есть какие-то специальные, возможно, препараты, какие-то таблеточки просто зарядки. То есть лагерь, он именно за цикл на здоровье. То есть у нас обязательно виды спорта должен участвовать. Плаванье, волейбол, пионербол и тому подобное. Вот. Смена каждого. То есть в Артеке, вы мне вот рассказали, мы тут до эфира поговорили немножко о том, что в Артеке, получается, у вас не циклится на чем-то. Именно в моем лагере он циклится на чем-то, на одном. Кино, либо что-то тому подобное. Да. Что говорит Ульяна? То есть эта тема смены у них, она идет для всего лагеря. У нас же это было для отрядов... Ну, хорошо. Не совсем для отрядов, а для каких-то групп людей. У нас есть дзюдоисты, морская флотилия, туристы. И вот, в принципе, как мы поехали от Антек. Давайте тогда мы расскажем, я могу, об Артеке. Вот мы сразу приехали, да, мы приехали на базу. И Маша закатывает глаза, вспоминает базу замечательную. Ну, мы приехали, нас заселили на нее, немножко мы познакомились, немножко пошугались друг друга, не понимали, кто эти люди. С этими людьми нам предстояло быть еще 21 день. Все ознакомились примерно так. Привет, я Маша, привет. И такая тишина долгая, затянутая. Ты от Линтех, я от Линтех. Здорово. Наверное, у многих был такой опыт, что они приезжают, им нужно проводить 21 день с разными людьми. Приезжают они без друзей, то есть без знакомых. Приезжают немножко в шоке. Но все же, давайте тогда мы как раз расскажем о том, как мы, вы все приезжали в лагерь, приезжали ли вы с друзьями. И каких друзей вы там нашли. Ну, а перед этим я повторю наш вопрос. По телефону 211-101. Поделитесь своим опытом. Расскажите о своем лагере, в который вы ездили. Или, может, вы расскажете нам какую-то интересную историю. Призы мы огласим чуть позже. Хорошо. Маша, вот скажи, ты приехала, да? Тебя заселили на базу. Какая у тебя была первая реакция на нас? И вообще, что у тебя там в голове происходило? То есть, ты нас увидела и такая, господи, кто это? Давай. Ну, я всегда, если честно, боюсь новых знакомств. И я посмотрела на вас, и мне казалось, что вы все старше меня, вы такие профессионалы. А потом оказалось, что вы очень хорошие люди, с которыми легко подружиться. И я очень рада, что завела себе таких хороших новых друзей. Хорошо, Маша, смотри. Там были не только мы, да? Помнишь, вот мы приехали в лагерь. Расскажи немножко, из каких городов, стран, там были люди? Ну, вот буквально, накидай. Что там было? Ну, были люди со всей России, из Москвы, из Казани, из Нижнего Новгорода. Также, вот, например, у нас в отряде было очень много ребят из Казахстана, то есть, из-за границы. Ну, и страны СНГ, грубо говоря. А Украина была? Беларусь? Не знаю. Так, да, это все было, но не в нашем отряде. У нас есть, да, у нас, я потом добавлю к Машиному ответу, потом ответите как раз вы, вот Украина, Беларусь добавляют, может, у кого-то еще что-то было. У нас есть звонок. Привет, представься, пожалуйста. Здравствуйте. Да, как тебя зовут? Меня зовут Аня, мне 9 лет. Анечка, привет. Из какой ты школы? Я из 11-й школы. Хорошо, Аня, вот скажи, ты позавтракала уже сегодня, а что ты уже успела сделать за этот день? Может, погуляла? Или в нашу программу сразу села слушать? Нет, я еще недавно проснулась только. Да, да, вот сразу с нашей программы начала утро. Это замечательно. Аня, вот ты хочешь рассказать о своих лагерях, да? Об опыте в лагере? Да. Скажи нам, где ты была? Я была в лагере строитель. О, лагерь строитель, Кировская область, да? Да. Скажи, Анечка, что тебе больше всего там запомнилось? Что было самое интересное? Ну, не знаю, мне там все очень понравилось. Хорошо. Завела ли ты новых друзей? Да, мне очень повезло. Я прямо в автобусе познакомилась с девочкой. И оказалось, что мы вместе ходим во дворец пионеров, только она добавляет танцевать, а я на шахматы. О, ты на шахматы ходишь. Молодец. Было ли там какие-нибудь соревнования по твоим любимым шахматам? По-моему, нет. Да. Хорошо. А где ты участвовала вообще в строителе? Были какие-то мероприятия? Интересная, может быть, музыка. Ну, были какие-то мероприятия, но я уже сейчас плохо помню. Ну, хорошо. А хочешь съездить еще раз в строитель? Да. Замечательно. Летом поедешь, да? Ну, и думаю, да. Отлично. Спасибо, что нам позвонила. Спасибо, что рассказала о своем области. Вот, строитель — это лагерь Кировская область. Давай так. Ты хочешь приглашения или книжки? А можно к редактору? Хорошо, давай к редактору, ребят, уйдем. Любимое наше слово. Да, можно к редактору? Хорошо, спасибо большое, что позвонила. Мы тебя отправляем к редактору. Давайте тогда огласим сейчас призы. Давай поставить ей приглашение, а ты всегда это делаешь. Да, и у нас сегодня в призах по пригласительным билеты в кинотеатр «Смена» на двоих, билеты в кинотеатр «Дружба» на двоих. Да, хорошо. Ульяна, давай, вот тут три книжки. Первая книга — это «Пещера трех братьев», автор Надежда Петраковская, 12+, книга при приключении трех подростков и племени беркутов каменного века. Вторая книга — это «Нарисуй ее тень» Эльмиру Смелик, 12+, Эльмиру Смелик называет «Одной из лучших современных писательниц для молодежи». Действующие лица — десятиклассники Костя и Женя. Книга о том, как быть самим собой и выбрать свой собственный путь. Ну, подходит под нашу смену, как раз, да. И третья книжка — это Кэтрин Эплогейт Криншоу, автор американской писательницы, обладательницы медали Ньюбери, выдающийся вклад в литературу для детей. Кстати, Криншоу — это огромный говорящий код. Я так замокла, я так говорю, что? Да, еще у нас одна книжка есть у писателей Дези Медоуз, серии довольно у нее популярные, это «Лес дружбы», «Бобренок», «Фиби» или «Сбежавший сапфир», 0+, для читателей самых маленьких. Очень у нас красивая книжка, релизжит «А мне от добра» о Дарьи Танцовой из серии «Сказки прекрасной долины». Ну, кто ее прочитает, тому повезет, по сути, потому что я уже ее немножко пролистала, так, красивая. «В морях и океанах» — энциклопедия из «Школьного и путеводителя» 6+, и... Извиняюсь. Так, по энциклопедиям у нас есть «В морях и океанах» энциклопедия из серии «Школьный путеводитель» 6+, рассказы о Кутузове из серии «Детям о великих людях России» 6+, оружие и доспехи из серии «Детская энциклопедия. Узнай обо всем» 6+. Да, тут у меня немножко голос сел, очень мне повезло, в Артеке надо много кричать. Расскажи, как ты голос вообще в Артеке последила? Ну, как сказать, у нас были много мероприятий разных, где нужно было очень громко кричать. А поскольку мы еще и журналисты, надо было кричать громче остальных. Да, отлично. Добавлю я тогда о Польше, вот у нас еще была Польша, Италия, Франция, Корея. У нас в отряде было две кореянки, и все ребята у нас разные, но говорили все на русском одинаково хорошо. Так, это понятно. Можно я вообще спрошу вас, вот, Маш, расскажи просто вот кратко, как проходит ваш день, потому что я знаю, что в каждом лагере он проходит просто по-разному. Вначале мы просыпаемся, заправляем кровати, одеваемся, на все вот это вот. Затем у нас зарядка обязательно, потом мы идем на завтрак, и дальше идет какое-нибудь мероприятие до обеда. Потом мы идем на обед, у нас, если, ну, если получается... А что за, извини, перебью, вот мероприятие в него вообще что входит? Ну, может быть, какое-то спортивное соревнование, может быть, какая-нибудь квест-игра, что-нибудь и... Какое-нибудь развлечение, да, такое? Ну, да. Потом, после обеда у нас, если хватает времени, то... Вот, смотри, вот у нас сейчас кто-то позвонил, мы узнаем, как у них проходит мероприятие. Вот, давай. Привет! Здравствуйте! Как тебя зовут? Меня зовут Саша. Очень приятно. В какой школе ты учишься? 27-й. Хорошо. Саша, ты хочешь нам, получается, рассказать, как ты съездила в лагерь, да? Да. Давай, рассказывай. Я была в Орлёнке, который находится в Башаробо. Мне там очень сильно понравилось то, что карта-игра идёт на сплочение отрядов. И очень сильно стучает отряд, тем самым мы после того, как съездим в лагерь, весь год общаемся. Ой, это очень классно. Вот, честно, у Насти, когда были игры на сплочение отряда, я их вообще... Ну, вот, просто я их терпеть не могу. Это настальника. Есть игры, которые либо просто индивидуят, либо они сложные. Но они просто, правда, нужны, чтобы познакомиться, узнать, и это очень правильно. Давай мы тебя передадим нашему редактору, и ты... Нет, 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 нет. Останься, пожалуйста, с нами ненадолго. Можешь сказать ещё раз, пожалуйста, свой возраст? Мне 14 лет. 14, хорошо. Смотри, у нас тут есть несколько книг, они 12+, я думаю, тебе они будут более интересны. Ты хочешь книги или приглашения? Давайте приглашения посмотрим. Хорошо, приглашения у нас есть билеты в кинотеатр «Дружба на двоих». А из книг у нас есть «Пещера трёх братьев», «Налисую её тень», «Крэншоу», книга Мэйзи Хитчинс, «Приключения девочки-детектива» и «Зерцалия». Так, давайте тогда билеты в «Дружбу». «Дружбу», хорошо, большое спасибо, что позвонила, мы тебя ждём снова. Так, Маша, вот расскажи вот вообще самый такой случай, который тебе больше всего запомнился. Может, какой-то вот именно смешной, который произошёл за смену. Какой-то такой казус нелепый. Маша, расскажи, пожалуйста, нам об Артек-арене, о том, как нам не сказали слова на цветы, и вообще, что там было, вот эту про Артековку и тому подобное. В предпоследний день смены, получается, у нас прошло мероприятие на Артек-арене, это встреча перед расставанием. Там были различные выступления, очень грандиозные, песни, танцы. Было всё очень здорово, и в самом конце мальчики сделали девочкам приятный подарок, это по традиции подарили Парози. Да, у нас тут есть, хочу сказать, что у нас очень популярна книжка, маленький принц, и у нас все мальчики принцы, а все девочки их розы. Поэтому мальчики дарили нам розы различные, которые в пути мы засушили, чтобы навсегда с собой сохранить. Маша, по-моему, там, ты засушивала розу? Я оставила вожата. А, вожата? Ну, кто-то оставлял вожата. Маргарита Витальевна, что вы, да? Я хотела сказать, что организация, которая нам помогла принять участие, это лаборатория интеллектуальных технологий. Линтех – это вот такое сокращенное название, потому что они организованы уже 10 лет назад, и намного раньше, чем Кировский Линтех появился с таким названием. То есть лаборатория интеллектуальных технологий Сколково. И вот ребята робототехники, которые поехали, и ребята журналисты, они, многие из них друг друга уже знали, и кто-то знал по журналистике, по участию в наших мероприятиях, а кто-то знал по участию в мероприятиях Сколково. Да, у нас тут ставили немножко про Линтех, как раз программу, по которой мы ездили. Так, ну, мы немножко уже рассказали, да, у нас, во-первых, есть звонок, да, Илья, приними тогда сейчас. Привет. Алло, ты еще с нами? Ты тут? Да. Давай знакомиться, как тебя зовут? Меня зовут Вика, мне 13 лет, я учусь в Кэпле. Так, Вика из Кэпла, все сразу ясно стало. Хорошо, расскажи о своем лагере, что тебе больше нравится. Я была три раза в загородных лагерях, один раз в Орленке, ну, который кировский, и два раза в Аврике. На самом деле, я все три раза ездила с гимнастикой, вот, и как бы мы почти все, весь лагерь тренировались. А, то есть такой спортивный лагерь, да, получался? Ну, он как бы был не спортивный, но у нас, можно сказать, был спортивный отряд. Понятно. А ты ведь не была ни разу в всероссийских лагерях? Нет. Хочешь попасть? Да, конечно. А, можно тебе сразу сказать, что пытаться нужно, но можешь подать сразу заявки вот в Артек. Это не так сложно, тебе нужно всего лишь, если ты, тем более, ездишь в гимнастика, я думаю, у тебя есть дипломы, и отзывы от преподавателей, ты можешь их отправить, попытаться, и тебя могут запульнуть в какой-нибудь лесной со спортивной сменой. А, вообще, вот, честно, я вчера зашла на сайт Артека и увидела, что там есть школа, вот, честно, я не знала. Маш, вот, получается, вы ходили в школу на отдыхе. Вообще, расскажи, что за школа, как у вас проходят уроки, потому что там написано, что она необычная. Подожди, мы слушательницу-то не отправили? Да. Да? Да. Ты ещё с нами? Да. Прости нас, пожалуйста, вот такие мы неправильные ведущие. А ты уже выбрала какие-нибудь приглашения? Ну, или книжки? А приглашения какие у вас есть? Так, приглашения я, к сожалению, тебе наврала, у нас закончились приглашения, у нас есть интересные книги, как раз 12+, на твой возраст. Угу. Например, смотри, есть Зерцалия, есть Мэйзи Хитчинс, приключения девочки-детектива, есть Пещера трёх братьев, Нарисуй её тень, Крэн-шоу. Мэйзи Хитчинс про девочку-детектива. Хорошо, я тебе отдам эту книжку, большое спасибо, что ты нам позвонила. Мы ждём тебя снова, возможно, ты, кстати, сможешь поехать в Артек, мы желаем тебе в этом удачи, или в Орлёны. Спасибо, что позвонила. Так, а вот, кстати, про школу, это реально насущие, потому что сам довольно часто на отдыхе хотел в школу. Расскажи вообще, как тебе это было? Ну, школа на самом деле необычная, такие уроки, как русский, математика, седьмого класса, химия и физика проходили пять раз за смену в школе, как обычные уроки, а остальные предметы проходили в виде сомов. Это, ну, сом Рашфроза. Давай я расскажу, да. Это такая сетевая образовательная сеть, ну, в общем, мероприятие, как бы выездные уроки, лекции. Там сидит лектор, он рассказывает тебе о предмете в какой-то интересном контексте, вы можете поехать, например, в дворец Воронцовский или просто на киностудию. Они делятся своими впечатлениями, опытом, и оценки за сом ставятся около от трёх до пяти за один урок. Вам ставили оценки? Да, а потом, потом ведь эти оценки ты несёшь в школу, тебе их выставляют. Что? Господи, да, у нас выдавали всем табеля, но плохих оценок, по-моему, было только у мальчиков парочку. По секрету скажу, как бы, у нас табеля ещё по заезду были у каждого в формате печатном. То есть мы могли сами распечатать и сами себе выставить оценки. Что? Что? Как? В формате PDF скинули табеля, мы могли их распечатать и выставить оценки сами. И некоторые так делали. Так можно показывать пальцем. Давайте я ручка. Опасно, опасно. Да, ну, у нас выдавали нам в самом конце, никто до конца своей оценки не знал, да, ведь получается, что у мальчиков было две тройки у нас, а у всех остальных были пятёрки и четвёрки. Вот. А правда на Хогвартс похожа? Очень. Большая запутанная школа с кучей коридоров, с кабинетов около 560, к по-моему, где учатся различные как раз наши лагеря, их девять. Учатся они по сменам, с нами учился лазурный кипаристный моротряд, морская флотилия. А янтарный, полевой, лесной и остальные из комплекса прибрежный учились в первую смену. Зоясь, Маша, а вот кто-то из вас, так сказать, познакомился ли с медучреждением в лагере? Нет. В больнице, нет? Я. Почему? Я хотела... У меня тоже был опыт на один день. Расскажи о своём. Ага, да. Сравнив. У меня давление упало минус... Ну, типа, вот давление низкое, это 90. У меня давление было 84. Я себя очень плохо чувствовала, но я держалась, был последний урок, и меня уже учительница спрашивает, что-то такая бледная. И отправила меня в медкабинет, мне сказали, что у меня очень низкое давление, но в медкабинетах, кстати, было вполне ничего. То есть, нам разрешили привезти с собой таблетки, сдать их в медкабинет, и когда кому-то нужны были свои таблетки, они ходили за ним. И вообще, медработники были довольно хорошие. У Маши был опыт попадания в медкабинет? Слава богу, нет. А, да, Маша у нас здоровая, как бык. А по организации дня, программам? Да. Ну, давайте тогда пройдёмся по дню. Я уже знаю, что тут Ульяна меня спрашивала. Да, мы дошли до обеда, до сончаса. Да. Ну, что сказать. У нас с самого утра и вообще до этого ещё начинались активные мероприятия. Зарядка, как у всех. Зарядка у нас была довольно интересная. Различная музыка. Современная. Богемская рапсодия Квин играла. Тому подобное. Которая как раз сейчас будет играть у нас, потому что у нас начинается выход на музыкальную паузу. Богемская рапсодия Квин встречаем в студии. Вот она сейчас. Какой кошмар. Как боролито. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Так, ну вот у нас тут прозвучала богемская рапсодия. Как я уже говорила, она была у нас на зарядке. Мы под нее тянулись. Очень весело было. Ну вот, у нас была зарядка. После нее у нас был завтрак. Хотя, после нее мы переодевались за 5 секунд. Потом был завтрак. Как кормили вас? Вкусно? Ну, так сказать. Маша, тебе понравилось еде? Да. Да. У нас был шведский стол. Мы могли выбирать что-то себе, да. То есть у нас было несколько блюд. Например, на завтрак это были несколько видов бутербродов, несколько видов каш, несколько видов там пудинга с соусом, какао, молоко или чай, разные фрукты, разные печенья и кексы, да. С обедом и ужина было поинтересней. Появлялась анимация, ну то есть тоже был шведский стол, выбор. И анимация, расшифровка, это какая-то вкусность, типа вафель с шоколадным фонтаном или какие-то сушеные фрукты, чипсики такие тоже из фруктов. Так, я сейчас проследился. Что? Какой шоколадный вафель? Мне вот просто стало интересно. Я представляю нашу столовую в Орленке. Это вот такие столы рядом, там ряд в ряд, наверное, человек на 300. И сам ходит, каждый себе какао наливает, кашу кладёт. У вас тут шоколадный фонтан, бутерброды. Как это вообще работает? Так, то есть, ну у нас анимация, то есть обычно кладут, например, по две вафли, по два блина. И, ну, шоколадный фонтан, без ограничений, по-моему, там идёт, ты сколько раз хочешь, только не подходи. А если ты поёшь, или рассказываешь стихотворение, или пишешь отзыв, то тебе дают от трёх до шести. Блинов и вафель. Я научусь петь и поеду в Орленке. И буду петь. Слава Богу, ты уточнила, что блинов и вафель. Да. Ну, вафли такие, ну, как печёные вафли, да? Ничего не слипалось, у вас всё хорошо, да? Да, да, ну, это было замечательно. Я думаю, что голос пропал. Голос пропал из-за того, что на Артек-арене нужно было петь. Это да, ты же сказал. Они ведь тратят очень много энергии, поэтому нужно и шоколадный фонтан. Да, ну, кстати, вот ты когда ешь, у тебя сразу после этого тебе быстрее, быстрее, у нас профили, быстрее нужно бежать на... То есть, я сейчас... А у вас не было тихого часа после обеда? Сейчас, подожди, вот такая история интересная. В общем-то, после завтрака у нас сразу начинались мероприятия. Обычно это было профильное занятие, оно идёт полтора часа или даже два. Или какие-то мероприятия лагерные, типа квестов, которых может быть от трёх до пяти за этот промежуток от завтрака до обеда. Или мероприятия, которые организовывали уже мы сами, дети. Например, в первый день, сразу после завтрака, у нас была игра вглубь веков Артек и я, которая организовывала наш отряд хрустального. И нам нужно было из хрустального, хрустальное это горы, бежать морской. Морской — это комплекс прибрежный, прибрежный — это, то есть, сейчас я скажу, вот горы, да, а морской — это где-то вот в низине. И то есть за буквально пять минут нужно пробежать то расстояние, которое, ну, минимум десять минут длится. Несколько километров. Несколько километров. Бежи. Беги. Бежи. Бежи, беги, несись. А расскажите вообще, как, ну, по температуре было? По погоде? А температура была от двадцати четырех до нуля. Она скакала сильно, то есть первую неделю было тепло, потом еще полнедели было тепло, потом резко стало холодно, два дня было около нуля или четырех, и снова стало тепло. Погода была замечательная. А вот в море вы вообще купались? Нам сопрещено было подходить ближе, чем на два метра. А в смысле? Так это во всех именно крупных лагерях так делают. Не знаю, в результате случается. Потому что в море только в летних сменах разрешают купаться, и там то одна группа пятнадцать минут при трех-четырех инструкторах. Да. Ну, мы купаемся по двадцать минут по три захода, то есть ты купаешь сейчас. У нас бассейн. Большой-большой бассейн с морской водой, то есть их, по-моему, даже у нас два залиты, так что мы там купались от двадцати до тридцати минут, и в принципе, это было вполне нормально. К морю подходить было строго запрещено. Ну, то есть в последние дни мы гуляли очень много. Мы ходили к морскому, и подходить к морю можно было только к морскому и морской флотилии, потому что они двадцать один день учились вязать узлы, спасать, купаться правильно и выводить... Купаться. Ну да, чтобы можно было в любой момент. После, например, ну, во время срочной эвакуации, чтобы можно было быстро спуститься на воду, работать со шлюпками, так что им к воде можно было подходить. А таким хрусталиком... Необычным людям. Да, необычным. Необучным, неизбранным, которые находятся в горах, нам нельзя даже было, ну, подходить. Мы потрогали камни, и всё. Ты нам не рассказала про ваш сон-час. Что у нас вообще? То есть мероприятий было много. После обеда, обед уже мы обсудили, и потом должен быть предусмотрено, что должен быть сон-час. Два с половиной часа. Потому что в Артеке возвращается отбой у нас 22.30 и иногда 23. Вы правда ложились в... Нет? Слушай, я вижу по твоему лицу. Ну вот я не знаю, я ложился даже раньше, потому что программа очень насыщенная, ты просто за день так выматываешься, что потом... Теперь представь нас, которые мы тоже выматываемся, и нас приводят на сон-час, и такие, у вас есть 15 минут. Нет, а именно вот про вечер вы ложились реально в 11. Ну, иногда бывало, что даже позже голову хочется помыть, и ты ложишься. Нет, вот у нас, получается, в лагере отбой в 11, получается, да, но у нас вообще вот последние недели, либо последние дни, мы ложились около, там, не знаю, ну, в 5 утра, в 4, то есть у нас бывало такое, что у нас свечка... Ну, вечера, наверное. Да, вот свечка, возможно, есть такие люди, кто не знает, мероприятие, где обсуждаются планы, которые вообще за день, и планы на будущий день. И у нас это мероприятие могло затянуться на час, на полтора, и из-за этого мы приходили в номер в 2, и пока ты всё сделаешь, и ты уже ложишься в 5, в 4, вот. То есть, ну, у нас такое бывало. У нас 5-4, ещё были мероприятия, и подготовка к этим мероприятиям шла полным ходом. То есть, бывало, что мы даже вместо отбоя, ну, вот у нас был отбой, мы в это время репетировали. То есть, мы выходили на улицу, и все такие, ну, что ж, мы же не устали, давайте танцевать. Вот. Ну, отбой был поздно, но это только отбой. То есть, мы только приходили, мы быстро раскладывались, ложились, и потом, чтобы написать статьи журналистам, чтобы туротряд подготовил узлы и морской тоже, чтобы юные следователи написали себе отчёты. Тебе выделяется там вся ночь. Сиди, не спи. То есть, да, что я могу сказать, вот как раз по отрядам, отрядов, ну, 9 лагерей, да, мы в Крустальном были. Крустальный, это фиолетовая форма, это горы. Да, у нас тут сидит девочка в футболке Крустального. С нами рядом Янтарный. Это, вот, они очень на нас похожи, но они оранжево-красные. Вот. И вот этот вот Крустальный лагерь, в котором несколько отрядов от 10 до 23, по-моему, в каком, в Лазурном 23. И каждый отряд может быть по разным тематикам. У нас были линтех, по-моему, у 5-го и 8-го дзюдоисты, у 1-го и 12-го морская флотилия. Морская флотилия это корабли. Корабли и узлы. Она тоже делится на 2. Это старший моротряд. Это как морской, только в Крустальном. То есть, они работают с шлюпками, с узлами, уже принимают корабли из порта. А юнки это такие маленькая морская флотилия, типа, уменьшенный формат. Они не встречали корабли, они только, вот, немного катались на шлюпках. На кораблях. И иногда вязали узлы. Что я могу сказать? Тематики у всех были разные. И было еще, вот, просто, мои любимые юные следователи с огоньком, которые такие. Они были в Кибористом и в Лазурном. Они учились с нами в школе. Я запомнила эту фразу навсегда. Если кто-нибудь из вас пострадает, мы будем расследовать это. Если кто-нибудь из вас умрет, мы будем расследовать это. Поэтому, пожалуйста, пострадайте уже кто-нибудь. Нам очень скучно. Это станет похоже нашим девизом. Очень. Очень добрая фраза. Да. У нас Маргарита Витальевна хочет высказаться. Ну, хотелось бы сказать о том, что многие ребята, после того, как они побывают в Орленке или в Артеке, зажигается эта идея и потом снова возвращается в этот лагерь. Вот, вариантов таких много. Приведем один из примеров. В частности, на смене лаборатории интеллектуальных технологий из Колково был проведен проект модели смены будущего лагеря 2020 года. То есть, одна из смен моделировалась самими ребятами. И каждый из лагерей вот были перечислены лазурный, хрустальный, янтарный и так далее. Все лагеря. Все, абсолютно все лагеря, которые участвовали. Они потом встречались во дворце Сауксу и команда проектного офиса, она представляла свою модель смены на большом жюри. И из всех лагерей, которые присутствовали там, команда лагерей, 6 тысяч человек, участников, значит, был выбран именно проект лагеря хрустальный. Его разрабатывали 10 человек, причем все 10 человек, они из разных городов. они все страны, и даже страны, да, и даже страны. И они разработали смену номер 13, вот такое число счастливое для них, смена номер 13 2020 года. И в числе разработчиков вот этой смены как раз наша участница, это Софья, которая здесь у нас ведущая, она не только журналист, она еще и талантливый разработчик проекта смены 13 Артека, так вот как раз эта команда, 10 человек из 6 тысяч, эта команда выиграла, и они были награждены путевками на 13 смену в 2020 год, и поедут сами реализовать ту смену, которую придумали. Они едут как организаторы вот этой смены. То есть вот такая вот возможность есть у каждого ребенка принять участие в конкурсе. Скажу также, что сейчас у нас мальчик, который второй раз поехал в Артек, он был в пресс-отряде 2018 года, и он выиграл сейчас поездку на эту смену, он сегодня в Артеке, наш журналист из Кировской области. Но он еще не в Артеке, он еще на базе, замечательный. Да, 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 вот он сейчас на подъезде в Артек, он сам выиграл, будучи в Артеке, себе смену на следующий год. Вот и может быть Софья расскажет немножко об этой смене, потому что она разработчик этой программы, идеолог этой программы, и вот в числе десятки представителей разных стран поедет. В чем она заключается, да, суть. Да, проект называется проектный офис в лагере Лесной, Хрустальные, Зерны и тому подобное. Суть в том, что собирают президентов, президенты отряда, это, да, у всех они, наверное, есть, и главное, они ходят на большой совет, выслушивают, что мы натворили, информацию, все. Ну, не только информацию, им достается за наши проступки, то есть, если какой-то ребенок из отряда что-то натворил, например, не знаю, там, выбежал к морю. Отчитывают президента. Отчитывают президента, поэтому максимально отряд старался ничего такого не делать, потому что иначе бы достался, ну, досталось нашему соотряднику, фактически. И это ребенок, это не вожатый, это не большой совет, это не директор лагеря, это человек, который мы столько же, сколько нам, он вызвался нас защищать, он вызвался рвать за нас до последнего, и будет очень обидно, если мы ему навредим. Вот. Этот проектный отряд, как это вообще произошло, ко мне подошли, в мою комнату забежали, такие, нужен талантливый журналист, быстро. Они такие смотрят на меня, такие, Соня, собирайся, у тебя есть пять минут. Я полусонная, это был, вот буквально у нас было три дня с полным сончасом, это был тот день. Меня вырывают, меня надевают там рубашку, парадную форму, бегу, и сидит старший вожатый, старший вожатый, это человек, ну, да, это божество просто, да, Оксана, сидят президенты, я к президентам не отношусь, я не выбиралась в президенты, и не знаю, почему Илья не пошел, но спасибо ему. Вот, и ко мне подходят, и такие, так, мы организовываем смену, такую-то, такую-то, у нас есть три дня. Три дня на презентацию, на облучивание текста, на выбор формы, на выбор мероприятий, артефакты, и тому подобное. Половина сразу отказалась, то есть у нас было 13 отрядов, из них пошло 5 отрядов, и просто в каждом отряде было по 2 человека, ну, кроме моего, где-то просто 3 из отряда было. То есть всю программу смены вы продали? Да, да, да. Нас вызвали, в первый день мы только выбирали смену, мы спорили, мы хотели взять тему искусства, мы хотели взять тему космонавтики, традиций, но в итоге мы услышали очень мудрую мысль от кого-то, по-моему, Никита из морского отряда, президент, говорит, давайте возьмем профессии. Ну, это же все, что мы можем сказать. Выбрали профессии, нас отвели, мы начали делать презентацию, разработку, артефакты. Это не так легко. Тебе нужно придумать все вплоть до меню в столовой. На каждый день, 21. Основные мероприятия найти. То есть, какие они будут праздновать, день толерантности, день детей, день улыбки, что еще бывает там. У нас смена, да, день толерантности. Благодарности еще бывает. Да, день детей, день матери и тому подобное. День полиции. У нас этого нет, к счастью. А день медика все прописывается. Вот. Да, все прописывается очень четко. Что мы будем делать? Нужно было учесть погоду. Мы посмотрели погоду. Прогноз неточный, вы не можете узнать на следующий год погоду. Предусмотрели погоду, если будет снег, если будет слякоть, если будет дождь. Что мероприятия на улице проводиться не будут. Выбирали музыку для зарядки, выбирали все. Фактически, да, реально, вот настолько четко было продумано. Учитывая, что Анатолий у нас ушел, мы сейчас не знаем, как будет музыка у нас организовываться, да, там Маша плачет тихонько в сторонке из-за Анатолия. Анатолия жалко. Потом нас выбрали, мы поехали в Суксу. Суксу — это огромный дворец нашей истории Артека. Девять лагерей, очень много людей. Главное, вожатые, организаторы, ребята, которые ничем не хуже нас. Понятно, они даже некоторые лучше, некоторые умнее, некоторым... Мне вот 13 и 18, они больше узнают. Польша, Корея, Италия, Франция, Киргизстан, Казахстан, Украина, Беларусь. Все вот это вот огромное сборище хочет презентовать смены. Мы встаем на сцену, все очень нервничают, там валют вопросами, прям сильно. То есть надо быть готовым к тому, что тебя могут придраться, вот я же расскажу, как у нас к слову. Мы показываем презентацию, и у нас было меньше всего вопросов, у нас были отклики. Мы продумали все так, что у нас были отклики, говорили, какие мы молодцы, прямо там при всех лагерях. И была одна женщина, дама в возрасте, она придралась к слову, одному, к слову враги. У нас была книга основная на смену «Тысячи реки и герой». И там герой сражается с трудностями и врагами. И мы прописали вот этот вот путь героя, переместили его на нашу смену. Заезд, наставник, тому подобное. Ну и мы взяли этот круг, и там написано «Враги» по книге. И она такая, мне не нравится, что там написано «Враги», какие могут быть враги в Артеке? Ребята теряются. Ну я думаю, ну все, полетели. Я начала с ней так немножечко спорить, говорить, что враги это всего лишь хирлык, что вот он навешан на концентрацию этих проблем, что, конечно, врагов в Артеке нету. Она просто даже, она не привела никаких аргументов, она начала только повторять «Мне не нравится слово враги». И в конце, я вижу, там мне уже говорят закругляться потихонечку, перестать с ней спорить, я говорю «Ладно, спасибо, я принимаю». И она просто выпала в остаток, и она такая «Спасибо». И села. В общем-то, нам там поаплодировали, нас ввели, нам не сказали результат. Мы сидели два дня в ожидании, мы боялись, что вот, мы показали недостаточно хорошо. И в середине Артек-арены нам говорят «Проектный офис лагеря «Хрустальный» выигрывает». Все 10 наших людей, которые нам подготавливали 12 лет, 11 лет, 17 лет, 15 лет, сидят, выходят, нас вызывают. Мы думаем, на медали дадут, максимум дипломы. И говорят, «Вы едете, у вас путевки, вот вам сертификаты». Ну, конечно, все были счастливы. А ты там даже не сказали, что вы для себя смену делаете? Нам просто сказали «Для людей». Ну, мы думаем, «Для людей сделаем хорошо». Вы же тоже вроде люди. то есть, для людей, которые поедут в будущем. А, ну, ладно. Никому не... Ну, никто не знал, что поедем мы второй раз, третий раз. Ты поедешь? Да. Я еду 13-й. Там летом. Только один раз в год можно поехать. Ну, не знаю. У нас мальчик ездил на вот смену весной, и он поехал летом. Ну, платно можно поехать сколько угодно раз. А бесплатно? Не знаю, не знаю. По бюджету только один раз. Ну, в общем-то, это здорово, на самом деле. Я думаю, что у каждого есть свой шанс. Сейчас каждую смену будет проводиться проектный офис пока. Ну, понятно, будут убираться какие-то смены. То есть, вот, нашу 13-ю уже всё её организовали. Её уберут. Останется 12 смен, которые они разыграли. И так будут до следующего года, когда это всё будет реализовано. Надеюсь, что, возможно, ещё будет проектный офис. Да. Тут Мария Гритина на Машу показывает. Хорошо, Маше. Можно ещё задавать вопросы. У нас вот есть три минуты буквально. Давайте спросим тогда о впечатлениях, да? Ну, да. Вроде бы. Маша. Спокойно, банально. Да, скажи, вот, что тебе больше всего понравилось? Какое мероприятие запомнилось, может быть? Ну, мне, скорее всего, запомнилась Артек-арена, про которую мы сегодня уже говорили. Потому что грандиознейшие мероприятия, песни, танцы, просто запомнятся, наверное, всю жизнь. А ты участвовала в мероприятии или ты наплетала? Нет, я не участвовала, я была как зритель. Она освещала все эти мероприятия. А вообще, вот, если ты, вот, понимаешь, что ты уже стояла на сцене, ты выходила на сцену вообще, вот, там столько людей, это же, это столько эмоций, это волнение, это вообще вот просто всё. На сцену, ну, на сцену, она среди наших отрядов, которых было, сколько у нас, 13, это 186 человек, она выходила. Это точно было, я помню, вот ты с нами стояла. Ну, Маша была администратором социальных сетей лагеря Хрустальный, Артек, самого Артека, вот Артек, она администратор социальной сети, она администратор группы Лига журналистов, администратор группы лаборатории Сколково. Это, кстати, большое достижение, там 23 тысячи человек, писать, фотографировать на администратора вот этих социальных сетей. Была удивлена, что, оказывается, администраторы дети в Артеке в социальных сетях и пишут. Кстати, в Артеке тогда также, также в Артеке. Да, у нас ещё газета выпускалась, там материалы у Маши как раз брали. Да, Маша знает. Кстати, Маша и Зося, а вот насчет со стороны контроля, ну, то, что в больших лагерях очень сильно контролируют вас. Да ладно. Выбешивала ли вас или нет? Нет, на самом деле, ну, кстати, тебя выбешивало то, что за нами там на победах ходили и без вожатых никуда? Нет. А вообще, как вам взяты? В плане контроля текстов, то я читала и в тексты социальных сетей. Нет, нет, не в плане контроля текстов, а вот в плане свободы действий. Ну, вы же понимаете, что это ответственность. А, на самом деле, что я могу сказать? У нас был большой контроль, но мы не придирались. Нам рассказали, почему вожатые за нас ответственны. Если мы что-то себе повредим, отвечать будут вожатые. Если мы потеряем форму, платить за нее будут вожатые. Если мы себе что-то сломаем, по больницам с нами будут ездить вожатые. Вожатые нас очень любят, они за нас отвечают, они очень за нас волнуются. И им просто страшно, что с нами что-то случится. Вожатые у нас были очень хорошие. Думаю, даже вот, Маша, скажи, тебе вот нравились наши вожатые? Да, конечно, они постоянно заботились, нас помогали нам, ставили для нас различные выступления. И очень хорошие вожатые я их запомнила всю жизнь. Да, вожатые были прям, ну вот я серьезно, я могу сказать, это один из лучших вожатых в моей жизни. Можно, да, я скажу? Вот, наверное, минус всех таких вот больших лагерей, это когда вы все в разных городах. И я вообще вот ездила одна из Кирова, получается, ну, я сама добираюсь до встречи. И как бы получается, что когда вы, ну вот, целый лагерь, ты можешь познакомиться с кем-то из других отрядов, получается, вы все раскиданы по разным городам, и ваши друзья и вожаты, и вот ты, это настолько вот, а если ты больше никогда не поедешь, если ты больше не уезжаешь, это так грустно. Ну, что я могу сказать? У меня есть друзья из Украины, Киргизстана, Казахстана, Швеции, Франции, мальчик из Италии. Я тоже очень грустила, на самом деле, потому что они уехали. Ну, то есть, с ребятами из Киргизстана, Швеции, Казахстана, Украины, я еще встречусь, они со мной на проектном офисе были. А ребята из Италии, Франции, из Кореи, девочка, которая сейчас Корея, сейчас Вика, она в Корею уезжает скоро. Да, у нее родители уезжают, она с ними. Ну, вот эти все люди, то есть, я их, возможно, больше никогда не увижу. Но, я думаю, это опыт. Опытом надо делиться с остальными, опыт, он никуда не исчезает. Люди не исчезают благодаря технологиям. Ладно, раньше надо было письмо писать, сейчас я могу набрать их просто. И у нас, ну, буквально, ну, диалог завяжется. То есть, мы не потеряем эту ниточку, только если сами захотим. Мы вот на этой радостной ноте про то, что все мы равны, все мы вместе, и мы все вместе сила, мы, наверное, и будем заканчивать. Программа мне помогает вести Ильяна. Всем пока. Да, Илья. До свидания. Маргарита Витальевна, замечательный человек. Маша. Пока. Ну, я, Софья Занько. Большое спасибо, что вы нам сегодня звонили, и хорошего вам воскресного утра. Детская познавательная программа «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова